Здравствуйте, дорогие зрители первого еврейского телеканала! Шалом! В эфире очередной, 43-й по счету выпуск нашей еженедельной итоговой программы «Община». Веду его, как и прежде я, Владимир Архирейский, а подготовила программу замечательная медиагруппа холдинга Стмеги ТВ. Позади еврейский праздник Тубишват и Международный день памяти жертв Холокоста. Но отголоски этих дат прозвучат и в нашей сегодняшней программе, наряду с новостями уходящей недели, объединившей конец января и начало февраля, а также с новым специальным репортажем братьев Андрея и Кирилла Эйхусов. Итак, мы начинаем. Еврейский праздник Тубишват или Новый год деревьев вместе со всеми еврейскими общинами отметили на днях и в России. Мероприятия прошли в Москве и Орле, Липецке, Дзержинске, а также других городах страны. Новый год деревьев в 2024 или же в 5784 году по еврейскому летоисчислению породил на этот раз новую инициативу. В еврейской общине России призвали заимствовать древний опыт и учредить в стране новую дату, посвященную озеленению и заботе об экологии – Новый год деревьев. С таким предложением выступил президент Международного фонда горских евреев Стмеги Герман Захарьяев. Герман Рожбилович познакомил общественность с этим предложением накануне 25 января. И вот что он сказал. «Каждый год в Тубишват десятки тысяч израильтян, взрослых и детей по всей стране принимают участие в торжествах по поводу посадки растений. Я считаю, что России, возможно, было бы полезно перенять такой опыт и ввести специальный день, когда высаживают деревья». Раньше в советские годы эту роль в какой-то степени выполнял апрельский субботник. Герман Захарьяев напомнил, что в еврейском календаре праздничный день Тубишват отделяет урожай одного года от другого, тем самым определяет день рождения дерева. Возраст деревьев имеет особое значение, поскольку еврейский закон запрещает есть плоды деревьев в первые три года. Плод четвертого года можно есть только на территории Иерусалима, и только на пятый год жизни дерева его плоды вкушают без ограничений. Соблюдение этих законов требовало установления точной даты рождения деревьев, и это было продиктовано как заботой о людях, так и заботой о природе, на высокой духовной и традиционной основе. Глава фонда Стмеги предложил учесть эту традицию и вдохновить не только еврейские, но и другие общины России на проведение дня соответствующего сезону посадки деревьев во имя сохранения и умножения зеленых насаждений для нынешнего и будущих поколений. Официально Международный день памяти жертв Холокоста приходится на 27 января, знаменуя собой дату в 1945 году, когда Красная Армия освободила узников лагеря смерти Освенцим. В России юбилейная 10-я неделя памяти жертв Холокоста проходила с 15 по 31 января, заняв более двух полных календарных недель. О финальных аккордах памятных мероприятий сообщили многие издания. Хотим рассказать об этом и мы. С 15 по 31 января 2024 года в России проходила 10-я неделя памяти жертв Холокоста. Ее организаторами стали Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительство Москвы, Центр Холокост и посольство Государства Израиль в Российской Федерации. 25 января в Театре имени Станиславского и Немировича Данченко прошел благотворительный мемориальный вечер и вручение премии «Хранитель памяти». Это главное мероприятие ежегодной недели памяти, на котором выдающимся людям вручается премия Российского еврейского конгресса «Хранитель памяти» за особый вклад в сохранение памяти о Холокосте. Я понимаю, что вот эта тема передачи этой памяти, потому что просто мы-то и помним, наши родители помнили, а наши дети, мы должны передать эту память нашим детям и передать эту память дальше, чтобы они тоже передавали ее внукам и так далее, и так далее. Потому что мы считаем, что это очень важно с точки зрения того, чтобы никогда это не повторялось. То есть never again, никогда больше. Мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах Холокоста. В зале загорелись сотни поминальных свечей. Гостями церемонии стали известные деятели культуры, политики, раввины, дипломаты, бывшие узники иконцлагерей и гетто, представители СМИ. Лауреатами премии «Хранитель памяти» 2024 года стали руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков за активное участие в акции «Неделя памяти». Я расцениваю это как высокую оценку работы органов исполнительной власти нашей столицы по сохранению исторической правды. И расцениваю это как признание того, что Москва стала инициатором проведения «Недели памяти», что сейчас происходит уже в нашей стране. Кинорежиссер, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк за фильм «Праведник». Мы сам ее все поднимаем. Она ребенок, она не понимает. Когда страшно, нужно думать о чем-то хорошем. Их задача в том, чтобы выжить и дойти. Их выбора нет. А шансы есть. Ничего бы не было, если бы не было подвига Николая Киселева. Вот ему отдельное спасибо за все. Я хочу поблагодарить еще раз и пожелать всем в следующий раз встретиться здесь же, но так, чтобы то, что происходит вокруг, не отягощало нас такой тяжестью. Нам нужно поменять атмосферу нашей жизни. Театральный режиссер Нина Чусова за спектакль «Кабарет и Резин» удостойной премии Всероссийского фестиваля «Музыкальное сердце театра». Мне кажется, эти события, они важны для всех. Для всех национальностей, для всех людей, для всех и взрослых, и молодых, и пожилых. Наш спектакль рождался в очень сложной обстановке. Была пандемия, мы делали этот спектакль в подвалах, встречались тайно. Удивительно, но все артисты приходили и с какой-то невероятной жадностью репетировали, как будто это было очень-очень важно. А потом мы поняли, что это важно сейчас только стало, еще важнее, чем тогда. Главный месседж нашего спектакля, это, у нас говорит один из главных героев, война никогда не заканчивается войной. Мне кажется, это так важно понимать. Каждый лауреат получает выполненную из янтаря статуэтку премии – свечу памяти. По специальному заказу их выпускают на комбинате в поселке Янтарный в Калининградской области. Последнее массовое уничтожение евреев нацистами на территории нашей страны случилось как раз близ поселка Янтарный. Тогда он назывался Пальменикен. 31 января 1945 года нацисты расстреляли на берегу Балтийского моря около 7 тысяч евреев. В темном янтаре, из которого изготовлены наградные статуэтки, как будто застыли боль и скорб о жертвах Холокоста, о женщинах, детях, стариках. Обо всех, кто был убит лишь по одной причине – потому что были евреями. На мемориальном вечере выступали и вручали награды председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, исполнительный директор Российского еврейского конгресса Анна Бакшицкая, академик Российской академии наук, заслуженный врач России Григорий Ройтберг, член бюро Президиума Российского еврейского конгресса Леонид Богорат. Сопредседатель Центра Холокоста Илья Альтман по ежегодной традиции вручил награды юным победителям конкурса «Работа в Холокосте» и победителю 22-го международного конкурса «Холокост. Память и предупреждение» Александре Павловне Дорохиной, учителю истории и общества знания из Ставропольского края. В концертной части вечера прозвучали стихи и истории о праведниках народов мира и музыкальные произведения на еврейские темы, композиторов Сергея Прокофьева, Иосифа Ахрона, Мариса Равеля, Мечислава Вайнберга и Соломоне Росси. Режиссером мемориального вечера выступил художественный руководитель Театра Станиславского и Немировича Данченко, народный артист России Александр Титль. Все собранные на благотворительном мемориальном вечере средства будут направлены на установку памятников на местах массового убийства евреев в годы Холокоста. Кстати, один из лауреатов премии «Хранитель памяти» в 2024 году фильм «Праведник» Сергея Урсулюка в эти же дни получил 4 награды кинематографического фестиваля «Золотой орел» в России. Урсуляк был отмечен в номинации «Лучшая режиссерская работа». Исполнитель главной роли Александр Яценко победил в категории «Лучшая мужская роль в кино», а Евгений Ткачук получил «Золотого орла» за лучшую мужскую роль второго плана. Также «Праведник» стал победителем в номинации «Лучшая операторская работа». Действие фильма разворачивается в 1942 году, когда офицеру Красной Армии Николаю Киселеву поручают вывезти с оккупированной немцами белорусской территории около 200 евреев. Это одна из лучших картин о Холокосте, снятых в России. Исполнитель одной из ролей в фильме «Праведник», известный в России молодой актер Андрей Бурковский, был занят в эти дни в еще одной постановке, посвященной Холокосту. Андрей Бурковский исполнил роль Менахима в спектакле режиссера выходца из бывшего СССР Игоря Галяка «Наш класс». Премьерные показы прошли с середины января по начало февраля в Нью-Йорке в Бруклинской музыкальной академии. Постановка по одноименной пьесе польского драматурга Тадеуша Слободзянека основана на реальных событиях антисемитского погрома. В центре повествования – истории десяти одноклассников из Польши, пятерых евреев и пятерых католиков, которые сначала растут как друзья и соседи, а потом война и оккупация разведут их по разные стороны жизни и смерти. Спектакль «Наш класс» основан на реальной истории погрома 1941 года в маленьком польском городке Едвабне, в котором жителями города, недавними соседями, было убито более 1600 евреев. Антисемитские акты на Западе и во всем мире продолжаются. Эта тема нисходит с повестки дня прессы, судебных и правоохранительных органов. Всего лишь о нескольких примерах минувшей недели мы расскажем вам прямо сейчас. В Лондоне в течение недели было совершено два нападения на евреев. Одно на Лестер-сквер, где поздно вечером двое мужчин и женщина прогуливались и разговаривали между собой на еврите. В какой-то момент к ним подошли несколько неизвестных и спросили, евреи ли они. Получив положительный ответ, злоумышленники начали оскорблять туристов. Затем они позвонили своим друзьям, и вскоре евреев уже окружала толпа из 15-20 человек. Их начали избивать. Пострадавшим удалось позвонить в полицию. Они сделали не менее 10 звонков, сообщив, что на них напали только из-за того, что они евреи. Полицейские каждый раз отвечали, «Извините, мы не можем приехать прямо сейчас. Вы не единственные, кто обратился в полицию сегодня вечером». Полиция настаивает, что наряд прибыл на место происшествия через 28 минут после последнего звонка, однако нападавшие уже успели скрыться. Второй теракт был совершен в лондонском кошерном супермаркете «Кейс», когда вооруженный ножом террорист ворвался в магазин и с криком «Аллаху Акбар» набросился на еврейских работников с целью зарезать их. Мужчинам удалось уклониться от ударов, после недолгой борьбы нейтрализовать нападавшего и передать его в руки полиции. В Канаде, административном центре Нью-Брансуэка Фредериктоне, вандализму подверглась синагога «Сгулай Исраэль». Неизвестные намеренно запланировали нападение на синагогу в день памяти жертв Холокоста. Они разбили стекла на фасаде здания и попытались бросить внутрь бутылку с зажигательной смесью, которая, к счастью, не воспламенилась. Также были разбиты пять стекол, встроенных во входные двери. Фемида не всегда бывает беззуба по отношению к антисемитам. Хоть иногда, но все же бывает, западные суды выносят приговоры и судят юдафобов. Таких примеров немного, но они все же есть. О них мы сейчас и расскажем. Прокуратура Орландо, штат Флорида, предъявила в начале недели обвинение в запугивании и угрозах палестинцу Сейфу Аси, учащемуся университета Центральной Флориды, который угрожал убийством трем студентам-евреям. 21-летний Аси начал выкрикивать угрозы в адрес еврейских студентов, увидев, что они воткнули в землю более тысячи маленьких израильских флажков, символизирующих людей, убитых Хамасом на израильской территории 7 октября. Еврейские студенты, которым угрожал Аси, рассказали, что их арабский сокурсник прямо сказал, что сейчас вернется с оружием и перестреляет всех, если они не уберут флажки. Их показания и признание обвиняемого легли в основу уголовного дела. Меру ответственности Сейфу Аси определит суд. А в Берлине была отклонена апелляция 22-летнего подсудимого, который совершил попытку поджога синагоги в Баварии. Суд города Бамберга оставил в силе приговор – два с половиной года тюремного заключения. Хотя попытка осужденного забросить зажженный факел в разбитое им окно синагоги в Эрмтрейте не закончилась большим пожаром, ответить за содеянное антисемиту все же пришлось. В США предъявлено обвинение жителю штата Массачусетс Джону Рирдену за угрозой расправиться с членами еврейской общины в стране и заложить бомбы в местных синагогах. Согласно обвинению, Рирден позвонил в синагогу и угрожал убить верующих и взорвать это место. Затем он позвонил в другую синагогу и еще одну еврейскую организацию и высказал такие же угрозы. Если Рирдена признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 250 тысяч долларов. От этих тревожных событий и цифр хочется перейти к чему-то мирному, спокойному и жизнеутверждающему. Например, поговорить об образовании в еврейских общинах, особенно если оно касается детей и изучения ими родного языка предков. В дни зимних каникул в Горско-еврейском центре в Сокольниках был организован традиционный зимний лагерь «Гавлеи» для детей в возрасте 5-12 лет. Основная цель программы лагеря заключалась в том, чтобы развить у детей навыки общения на языке джиури. Занятия проходили в игровой форме, включая разнообразные творческие, музыкальные и интеллектуальные задания. Каждый день ребята начинали с песней на джиури и активностей, а затем у них начались занятия. Наряду с языком джиури учили иврит и английский в игровой форме. За несколько дней пребывания в зимнем лагере ребята значительно обогатили свой запас знаний, пополнили лексикон джиури, приобрели новых друзей и получили массу незабываемых эмоций. Такой же детский зимний языковой лагерь джиури работал во время школьных каникул и в культурном центре «Шалом» в Северном Измайлове. Были организованы занятия по ивриту и джиури, проходили уроки еврейской традиции. Большое внимание уделялось урокам Торы и знакомству с еврейскими ценностями. Сейчас в нашем постоянном разделе «Симхат-Шаббат» мы услышим комментарии недельной главы Торы от равина общины байц Фаради и Лазара Несимова. Добрый день, дорогие друзья! Заглянем в нашу недельную главу Мишпатим. В недельной главе Мишпатим здесь разбирается очень много законов. И очень много здесь законов имущественных. И наши мудрецы обращают внимание, что из этих многих законов мы иногда даже не обращаем внимания, и очень много из них нарушаем. И это касательно, например, имущественных законов, касательно воровства. И эти законы очень детальны и очень тонкие, и их очень много. И человек, который не знает все эти законы, он спокойно может согрешить тем, что он сворует. Поэтому наши мудрецы нам советуют, чтобы мы изучали вот эти законы в части Шолхана Рух, Хошин Мишпат, чтобы знали, что можно, что нельзя, чтобы мы не согрешили этим запретом, чтобы мы, не дай Бог, не своровали. И настолько оно важно, что однажды к одному мудрецу пришел местный Шохет. Шохет — это человек, который режет животных, делает кошельный забой. И он сказал мудрецу, что пришел к нему за советом, что вот он занимается шхитой, и законы Шхиты тоже очень много их. И разбираться в этом, животное кошерное или не кошерное, нужно знать все детали. И, конечно, если человек уже шохнет, ему дали на это разрешение, диплом, значит, он выучился на это, он понимает в этом деле. Но все равно есть вероятность, что из-под рук человека выйдет не кошерное. Эта вероятность всегда есть, может человек ошибиться, человеческий фактор никуда не делся. Это бывает. Но нарочно понятно, что никто не будет нарушать. И теперь у этого человека возникли сомнения. И он пришел к мудрецу, говорит, я вот занимаюсь шхитой, режу скот, режу курей, и не дай Бог, может быть, я кого-то накормлю не кошерным, трефой или невилой. И это будет большое преступление. Поэтому я решил для себя, что я не буду заниматься этим делом, чтобы не вводить людей в грех. Мудрец посмотрел на него, ну подумал, молодец человек, очень богобоязвенный, боится, что людей он введет в грех. И мудрец задал ему встречный вопрос, а чем будешь ты прокормить семью? Тогда тот человек сказал, что вот я думаю открыть какой-нибудь магазинчик, какую-нибудь лавку и буду торговать, буду продавать там молоко, картошки, огурцы, помидоры и всякую всячину буду продавать. Тогда мудрец ему сказал, вот ты будешь заниматься этим. Здесь ты занимаешься только шхитой, и ты боишься грешить в шхите. А ты когда будешь заниматься бизнесом, когда будешь заниматься куплей-продажей, тогда вероятность того, что ты там что-нибудь своруешь, даже маленькое, очень большая, потому что законы, имущественные законы, они очень такие тонкие, их очень много. И чтобы все знать, надо очень много учиться. И так как ты все эти законы не учил, не знаешь, ты спокойно можешь ежедневно по несколько раз нарушать этот запрет воровства. И это получится, что больше ты будешь грешить, занимаясь вот этим делом, чем шхитой. А кто сказал, что воровство, оно нарушение меньше, чем некошельное мясо? Равин объяснил ему, что воровство тоже одно из самых строгих запретов в Торе. Нельзя воровать. И для человека, на первый взгляд, немножко видится строже запрет, это, например, не есть свинину, нарушение шаббата. И человек знает, что это нельзя. Но на самом деле закон воровства тоже из этих законов, прямо из десяти заповедей у нас одно не воруй, оно получается даже строже других нарушений шаббата или кушать свинину. И объяснил человеку, что занимайся тем, что занимался ты, там меньше, там вероятность того, что ты согрешишь очень маленькая, а здесь каждый день можешь согрешить. Однажды мудрецы пошли к внуку Хони Амиагель. И внук Хони Амиагель, тоже как дед, когда он молился, сразу Всевышний слышал его и давал дождь. В Израиле не было много времени дождя, и мудрецы с храма послали к внуку, чтобы он помолился за народ, чтобы прошло дождь. И когда мудрецы пришли к нему, он работал на поле, у него на плечах было бревно. И они с ним поздоровались, сказали ему шалом, а он с ними не поздоровался. Но это рассказ длинный. И когда они в итоге пошли домой, и мудрецы спросили у него, что вот мы поздоровались с тобой, сказали шалом, почему ты с нами не поздоровался? И тогда внук Хони Амиагель объяснил им, что он нанялся рабочим, и он работал на другого человека. И то время, в которое он работал, если бы он задержался на несколько секунд, и сказал бы им шалом, это получился бы, что он от времени работы крадет. И поэтому он сказал, что им не ответил шалом, не поздоровался с ними. До такой степени наши мудрецы остерегались, чтобы не нарушить вот этот закон воровства. Даже может быть человек, если берет без спроса ручку своего товарища, не спроси у него, и пишет одну букву, это тоже может засчитаться ему воровством, потому что это чужая ручка, несмотря на то, что мы знаем, что он разрешит, все равно надо спросить. Поэтому у нас святая обязанность учить имущественные законы, чтобы мы знали, что можно делать, что нельзя делать. Это один закон из нашей недельной головы, мишпатин, худо-кумуку. О коэффициенте IQ, то есть об оценке интеллектуальных возможностей детей и взрослых, знают, ну или хотя бы расслышали, пожалуй, все. Но далеко не все знают, что шкалу оценки интеллектуальных возможностей придумал еврейский ученый по имени Дэвид Векслер. Именно о нем и о деле всей его жизни мы расскажем в нашей любимой традиционной рубрике придумали евреи. Дэвид Векслер родился 12 января 1896 года в еврейской семье в Румынии. В семье росло семеро братьев. Давид, так его назвали при рождении, был самым младшим. Семья Векслеров являлась как бы смешанной в социальном плане. Отец Моисей Векслер был профессором, мать Лия происходила из династии лавочников Паскалей. В 1902 году, когда Дэвиду было 6 лет, семья Векслеров эмигрировала в Соединенные Штаты Америки и обосновалась в Нью-Йорке. Братья пошли разными жизненными путями, наследуя и ученость отца, и предприимчивость родственников по материнской линии. Будущее младшего сына Дэвида определил отец-профессор, продолживший научную карьеру в Америке. После окончания средней школы Дэвид успешно поступил в Колумбийский университет, по окончании которого получил степень магистра психологии. Ему не удалось избежать воинской службы, но армейские годы во многом предопределили направление изысканий Векслера-младшего. К тому времени оценки интеллекта уже существовали в том или ином виде, но в армии попытки распределения новобранцев по родам войск и военным специальностям было проводить трудно. Перед Первой мировой войной в США было много эмигрантов, недостаточно владевших английским языком. Их также призывали на срочную службу вооруженной силы, но из-за языковых проблем они не могли корректно пройти тестирование. Получив офицерское звание и возможность работать психологом в армейских отборочных комиссиях, Дэвид Векслер разработал свои первые армейские тесты на интеллект под названием «Альфа-версия» и «Бета-версия». Векслер понял, что при оценке, например, способности служить в авиации, важно принимать в расчет эмоциональные черты тестируемого. А при отборе на офицерские курсы нужно учитывать лидерские способности претендента. И так по всем другим назначениям и специализациям. Вскоре разработками молодого офицера-психолога пользовались уже на большинстве военных баз США. По окончании службы Векслер продолжил стажировку по психологии. Сначала в лондонском, а затем в парижском университетах. Во Франции он начал писать докторскую диссертацию, в которой разработал свой первый полноценный тест на IQ, который совершенствовал до конца жизни. В теорию и практику он вошел под названием «Шкала Векслера». Выдающийся психолог первым понял, что интеллект человека невозможно оценить в отрыве от его индивидуальных особенностей. Ученый ввел понятие возрастной нормы и интеллектодействия. За свою карьеру Векслер разработал шкалы оценки интеллекта детей и взрослых, которые позволяют провести комплексный анализ личностных качеств и умственных способностей человека на основе вербальных и невербальных факторов. Фактически, Дэвид Векслер задал единую систему координат, которая позволяет найти общий язык психологом всего мира. Этот тест до сих пор остается одним из золотых стандартов оценки человеческого интеллекта. Он состоит из 11 субтестов и требует высокого уровня скорпулезности и профессионализма от проводящего проверку. В течение 35 лет Векслер совмещал научную деятельность с работой заведующим отделением психиатрической больницы Бельвью в Нью-Йорке. В годы Второй мировой войны Дэвид Векслер работал советником военного министра США. После 1945 года серьезно занимался психологией ветеранов войны и переживших Холокост. Он скончался в Нью-Йорке в 1981 году, прожив 85 лет. Но по сей день живут и работают его исследования в области интеллекта. Термины IQ и шкала Векслера и поныне неразделимы. Адресом сегодняшнего специального репортажа братьев Андрея и Кирилла Эйхусов стали чистые пруды в Москве, а конкретнее улица Жуковского, где действует еврейская община Дерых-Атора. Чем живет и как работает это религиозно-образовательное объединение в спецрепортаже братьев Эйхусов. Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами община на карте и мы, незваные гости, братья Эйхусы. Мы на чистых прудах улица Жуковского. Николай Егорыч и Василий Андреевич. Если вы подумали, что мы будем рассказывать вам про Василия Андреевича Жуковского, я бы тоже очень хотел. Но, к сожалению, а может быть и к счастью, улица названа в честь другого Жуковского, Николая Егоровича, не менее великий человек, но жил на сто лет позже. Сначала про первого. Василий Андреевич Жуковский. Вы, конечно, все его знаете, читали его труды. Это человек, который создал романтизм в литературе. Это... Он называл себя учеником Карамзина, но назвать его чьим-то учеником просто не поворачивается язык, потому что это в литературе была настолько огромная глыба, что казалось, он никогда ничему не учил, столько учил. А учил он цесаревича, учил он императрицу, учил он великого князя, учил он царей русскому языку и литературе. Кроме всего прочего, он написал гимн «Россия, Боже, царя храни!» Но самое главное, он был учителем Пушкина. Чем славен Пушкин? Почему мы до сих пор его помним? Почему его все знают, изучают в школе? Я удивлю вас, но не потому, что он был большим и великим поэтом. Стихотворения у него были средние, так себе, можно сказать. Но он умело вплетал в рифму. Ну, рифмовал он хорошо, да. Но глубины, вот прямо погружения, как даже вот у Мендерштама или у Цветаева у него не было. Он был достаточно поверхностным поэтом. Но он создал тот язык, на котором мы говорим. Пушкин. А начал создавать этот язык как раз Жуковский, Василий Андреевич. Но в то время существовал язык хранцузский. Раз. Говорили на хранцузский, по-хранцузски. Второй – это высокий штиль, когда надо было 20-30 водных слов сказать. Достопочтенный, уважаемый товарищ, не заблаговолите ли вы. В общем, длинную чираду, пятиминутную, а потом только донести суть. То есть на таком языке разговаривать тоже было невозможно. И третий язык был язык кабацкий, язык извозчиков. Мат на мате, матом погоняют. Инвектив на инвективе. На котором тоже мы, средний класс, люди воспитанные, интеллигентные, разговаривать не могли. Так вот, Пушкин создал тот язык, на котором мы все говорим сейчас. В этом его гений. А подтолкнул его к этому как раз Василий Андреевич Жуковский. Но, к сожалению, сегодня мы будем говорить немножко о другом Жуковском. Может быть, и к счастью. И мы будем говорить на простом иврите. Да. Уж простите нас, господа телезрители. Да. А второй Жуковский, в честь которого в 1936 году названа эта улица, а в девичестве она называлась Кривой, а затем Мыльников-Переолог. С 1936 года, как я сказал, улица Жуковского. Николай Егорович Жуковский. Величайший ученый. Человек, который занимался аэродинамикой. Человек, который доказал, что самолеты могут летать. Он вывел формулу подъемной силы крыла самолета. А еще рассчитал величину крыльев для того, чтобы им подняться в воздух. И величину лопастей самолета, чтобы этим лопастям хватило силы поднять самолет в воздух. Как раз в честь его назван один из основных аэропортов в Московской области, который, конечно, относится к Москве. Раньше он был военный, сейчас гражданский аэропорт Жуковского. А еще он придумал и доказал очень практичную вещь до самолетов. Гидроудар. В Москве это была огромная проблема. Как только резко закрывался какой-то кран, лопались трубы, лопались батареи, и он пришел в управу, даже он пришел в Московскую городскую думу с проектом и показал, почему эти трубы лопаются. Разработал новый кран, закрывая который, трубы оставались целые и невредимы. Только кран Майевского, а надо было назвать Жуковского. Кран Жуковского, да. В общем, великий человек и в честь этого человека названа улица. А зачем мы сюда приехали? Мы приехали в роскошную, очень теплую общину, которая называется Дерех Атора. Здесь, кстати, в шаговой доступности три еврейские общины. Чистые пруды Шмуэль Куперман, Дор Ревии и Дерех Атора. И еще есть одна. И еще одна. Я тебе потом про нее расскажу. Мы идем в гости в общину Дерех Атора и приглашаем, дорогие телезрители, вас с собой. Пойдемте. Да, и нас ждет замечательный раввин Арье Зильберштейн. Он должен встретить нас внизу. Раби. Здравствуйте. Шалом, дорогой. Брат вас видеть. Я Андрей. Здрасте. Очень приятно, очень приятно. Добро пожаловать в нашу общину на улице Жуковского. На улице Жуковского. А вам какой роднее? Первый или второй Жуковский? Ну, мне тоже. Ну, а поверх он более знакомый, то есть, более такой вот источник, знаете, так сказать. Аэродинамичный? Нет, нет. И тут он тоже был аэродинамичный. То есть, это, наверное, первый Жуковский, который учтит Пушкина. А он же что-то с дуэлью еще, да? Мне кажется, если я не ошибаюсь, если я правильно, как бы, если я помню историю, то он, кто выхаживал его после, то есть, пытался его после дуэли. Если я не ошибаюсь. Нет, все правильно, конечно, да. Это он был уже, правильно? Это Жуковский, да? Да, это же его учитель. Вот, вот. Насколько я помню вот русскую историю, русскую литературу, то вот так вот. Мы потерялись из Днепропетровска. Это было в 90-м году. С летом 90-го года мы приехали в Израиль. Я, мои родители, ну, то есть, мои родители, я и брат младший, не было как бы цели. То есть, имеется в виду, что я начинал, допустим, ходить в синагогу уже там, в Днеопетровске, но я не знал, что дальше буду продолжать по этой линии, как говорится. Получилось все довольно-таки полуосознанно, потому что мы когда приехали, был выбор, куда идти учиться. Был выбор, или идти учиться, получать какую-то специальность, или же попробовать немножко поучиться в Вишиве, для того, чтобы потом, ну, как бы, да, вот такой-то, как, знаете, обычный, поучиться год, потом дальше уже получать специальность, снова, как говорится, ишивская жизнь, жизнь в Вишиве, она затянула, вот, и учился пять лет, потом пошел в армию, ну, религиозная уже жизнь достала таким, как бы, естественным чем-то, то есть никогда не испытывал, ну, никогда не испытывал какие-то муки, или там, страдания того, что, там, я знаю, что, вот, есть жизнь светская, есть жизнь религиозная, то есть, наоборот, гармонию, я увидел еще, когда был молодым человеком, видел гармонию в религиозной жизни больше, чем в светской жизни. Когда мы уезжали в Вишиве, мы думали, что мы уже больше не вернемся, как бы, сюда. Сегодня все, доступно, и более того, дети у нас, уже взрослые дети, которые взрослые, они живут и учатся в Израиле. Да, где-то, ну, да, как бы, хочется приехать, ну, если хочется, так приезжаешь туда. Но, по большому счету, уже, как бы, честно говоря, уже без Москвы было бы сложно. Вы же раньше жили в Лялином переулке, ну, в смысле, община жила. Да, община была в Лялином переулок, да, то есть, у нас, на самом деле, такая, кочующая община в плане перемещения вот этих, весь, мне кажется, мы, весь, как бы, центр, он наш. Потому что, сама община, она была, скажем так, что ее предыстория началась с Раф Зельмана, Рабис Фуэль Зельман, который сегодня в Атланте, в Америке, в Америке, увеличила, да, 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 и он, как бы, с него, эта община, она началась, потом ее, там, по-моему, лет, наверное, 15 назад, если не ошибаюсь, ее, Раф Злотский, Раф Шлова Злотский, он ее, в общем, взял в свои руки, ну, вот, последние 4 года я взял в свои руки, вот, то есть, поэтому, передавалась, теперь, в плане, я помню, она была на Покровском бульваре, потом была на Покровке, потом была на Сретенском бульваре, то есть, весь центр, как бы, он за нами, потом была на Лялин, потом была на Яузском, а потом уже, опять на Лялин, и опять сюда, теперь мы уже на Жаковского. Но это теперь, ваше помещение? это помещение, оно, как бы, оно не наше, мы его снимаем, как бы, да, то есть, ну, вот, мы уже здесь сколько, полгода, мне кажется, да, что такое, с лета, Летом мы здесь. Вот это наш бейт-мидраж, книги, это наш, в общем, тут мы такой бейт, какая-то бейт Мигдаш Акатан, малый храм. Я читал, что основная цель создания общины — это как можно больше людей, особенно молодых людей, привлекать и погружать в мир Торы, в мир изучения иудаизма, то есть научное знание во главе угла. Вы знаете, как бы, то есть эта концепция, она на самом деле была, но когда я пришел в эту общину, вы знаете, то есть я не то чтобы ушел от этой как бы цели, которого, да, вот, а я немножко лишь как бы решил плыть по течению, то есть имеется в виду, вот, у нас на самом деле собираются евреи совершенно разные, как я говорю, от мясников до адвокатов, вот. И мясники тоже есть? И мясники есть, у нас есть мясники, которые с хоральной синагоги, они постоянные прихожане, как бы, нашей общины, то есть, поэтому концепция сейчас, она такая, знаете, ну, сама, сама вот родилась эта концепция, что все, все, кто хочет, кому хорошо с нами, они, они приходят, вот. Вот, и такая очень обстановка совершенно не, какая, знаете, нету какой-то рафинированности, такой вот определенный стиль, там определенный какой-то пласт культурный или там, не знаю, религиозный. Все, у нас и хасиды есть, у нас есть и, как я сказал, и мясники, и адвокаты, то есть совершенно разные айтишники, люди разных профессий. В общем, и в этом плюс, я, мне это очень нравится, потому что это, знаете, такое вот настоящее что-то есть. Вот так мы, вот так, в общем-то, мы живем. А, и плюс, наверное, что да, нужно отметить, что у нас община, она фактически, наверное, не побоюсь сказать, что она самая большая община в плане принятия геров и тех, кто геров, тех, кто проходит гьюр, и тех, кто занимается ими, и тех, кто, то есть, я и моя жена, мы обучаем, ведем к тому, чтобы они проходили гьюр. Ну, это большое дело. И самые любимые евреи, это те, кто прошли гьюр, потому что, да, написано в наших книгах, что вы должны любить геров. Вы сами были герами в земле египетской, поэтому, да, и, в общем, Всевышний удостоверил нас, что мы акцентируем, именно дал нам такую заповедь, в Торе написано, если я не ошибаюсь, 30 с чем-то раз написано по поводу любви герам, по поводу не обижать гера, и по поводу, и эти люди, которые из народов мира, которые долго искали и нашли, как бы, да, вот, свой дом нашли с народом Израиля, и, как бы, это, на самом деле, для нас большая честь, для нас, для евреев, большая честь, что мы, в общем-то, с ними вместе. Большие евреи, кто проходит гьюр, кто, кто переступает через эту сложную процедуру, проходит ее с честь? Проходит, да, и очень много, то есть, как бы, то есть, мы, как бы, наблюдаем за всем, вот, именно, что процессы, он часто бывает очень такой сложный, тернистый путь, прохождение, и, ну, люди, вот, всех, кого мы знаем, они, не только в техническом плане, то, что там, знаете, как, на самом деле, в техническом плане написано в Аллахе, что человек, если знает какие-то, немножко его обучают таких законов, сложным, немножко легких законов, но главное, это смотреть на, какие у него качества у этого человека, если у него качество, что он милосердный, что он близок к милосердию, к помощи и так далее, то сердце его, оно, оно, как бы, доброе, то принимают его. Ну, учитываясь, такое сегодняшнее положение дел, в общем, это обычно процесс на два года, на три года, смотря, чтобы, действительно, человек уже основательно хотел быть с нами, да, с евреями, и поэтому они проходят, поэтому путь такой непростой у них, но, еще раз говорю, это за честь, что, действительно, это, как бы, мы, мы видим себя, вот, именно, мы благодарны Всевышним за то, что дал ему такую заповедь, считаю, что не каждый удостаивается именно этой, этой заповеди. Ты понимаешь, зачем мы сюда приехали? А? Круто, у меня аж мурашки, круто, круто, круто. Да, 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 да. Вы говорите такие вещи, о них, ну, как бы, не принято говорить, или, в общем, многие стесняются, раввины, говорить эту тему, поднимать эту тему, но это настолько важно, и мы очень степлотно относимся к ГЕРам, к этой процедуре, и мы очень уважаем тех людей, которые прошли ГЕР, спасибо вам большое, что вы эту тему поднимаете и делаете. У нас есть близкие друзья, которые эту процедуру прошли, и у Рафшпендика, и у Беренбаума. Да, 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 мы, как раз вчера мы сидели с Рафшпендика, мы, как бы, общаемся с ним по этому поводу, здесь много, то есть, они, мы с Рафшпендиком, если я сказал по поводу Рафгольда Гиша, что я его знаю, наверное, 1991-го года, Рафшпендика, я помню, как он пришел, в каком месте, то есть, я уже был в Вишиве, в Швутаме, в Иерусалиме, и я помню, вот этот момент, когда он пришел, приехал, еще в будущее, было, сколько, не знаю, сколько лет, там было, 15 лет, наверное, что-то, вот, то есть, мы знаем друг друга очень много времени, и, так... Давайте передадим привет Рафшпендику и Рафу Голденгиршу. Да, и вот, Голденгиршу, да, большой привет, это мои друзья, мы с ними, все, так сказать, сознательную жизнь мы с ними, большой привет. И очень удобно именно с ним, так как он занимается, так как он возглавляет департамент ГИЮРа, и с точки зрения... Который раньше возглавлял Мэйр Маневич. Да, Раф Мэйр Маневич возглавлял, да, то есть, он взял, он и его жена, они взяли это, как бы, со своей руки, великолепная работа, то есть, делают люди во имя небес, очень многие вещи, и это не для красного словца, я так говорю, а это так оно, ну, это вот такое вот положение дел. Поэтому с ними очень удобно работать, и с ними хорошо работать, и дай Бог, чтобы Всевышний дал нам больше, так сказать, не один год, чтобы мы именно в этом направлении двигались вместе. В 99-м году я работал в Беларуси, это был первый мой шлихут в Беларуси, мы работали как раз, только вот поженились, ну, год прошел после женитьбы, и мы работали в Эшиторию, в Минске. Проработав там год с чем-то, так получилось, что они закрывались, и пригласили меня в Москву, в Турамецьон. Равишуваев, Равдавид Вишуваев подошел у меня в Турамецьон, я, сначала мы не хотели уже, мы уже осели в Израиле, как бы, у нас это как бы часто происходило, только приезжали в Израиль, только распаковывали вещи, нужно было сразу какое-то предложение, и причем настойчиво, как бы, и поэтому мы приехали в Москву на два года, вот, после этого опять-таки вернулись, а после этого я уже попал, как бы, на проект, который организован был проект в синагогой, керором, в Соферский проект. Ну, вот, так сказать, я приехал на этот Соферский проект, он тоже был два года, а потом уже на вольные хлеба, и вот с 2007 года, и по сей день, как бы, работы в разных, как говорится, в разных хипостасиях, как и Софер, и как Равин, ну, вот, в общем-то, так вот меня в Москву занесло, и так я уже, как говорится, стал москвичом, можно сказать. Дом 5, дом 7, дом 9, дом 11, это в ту сторону, да, все? Да, потому что если это два, то, получается, дальше идет... Это все доходные дома были, и вся эта улица, насколько я понимаю, может быть, вы меня опровергнете, я плохо знаю историю, я историк из Википедии. Википедист. Да, Википедист. История Википедист. Значит, где-то эта улица, ну, примерно одного времени постройки дома, почему они похожи, почему они так гармонично смотрятся? Это архитектория примерно одного времени, конец 19-го и самое-самое начало 20-го века, вот прям чуть ли не 1895-1910 год. А у вас дом тоже доходный? Насколько мне известно, и смотрите, хозяин этого, как бы, хозяин этого дома, ну, это квартира, он просто тоже, он действительно вот такой вот любитель истории, вот, и он долго рассказывал, но я помню, из того, что он говорил, что это был как-то связано с, значит, это был тоже как бы доходный дом, и Борж Бруевич, по-моему, если не ошибаюсь, да, то есть он... Борж Бруевич? В Википедию, да, я этого не нашел, но, видимо, как бы, ну, вот, есть такое... Есть такое предпридание есть такое, что он жил в этом доме. Так хочется из окна посмотреть, можно я... Да, конечно, конечно, да, 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 посмотрю, да. Есть какая-то гармония вот в этой улице, вот я говорю, есть пара улиц, которые, они такие очень гармоничные, эта улица и Макаренко. Какое-то манящее место, я не знаю, почему. Да, 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 вот есть, смотрите, то есть, в принципе, знаете, как интересно, то есть, допустим, есть параллельная улица Чаплыгина, есть Козловский переулок, то есть не каждая улица, можно сказать, что она вот как в эти манящее, а вот есть какие-то улицы, которые вот идешь и чувствуешь, что это как-то вот... Вот как-то оно, знаете, даже... Каждая улица имеет свою, так сказать, душа улицы. Как нам неделю назад рассказывал раввин из общины до Реви, ваш сосед. У вас он историк, да? И вот он говорил, что, ну, во-первых, он сказал... Кидал я шестателем? Да, 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 он, во-первых, сказал, если есть место в сердце, то будет и на лавке. Будет на лавке, да. Да, место за шабакным столом. И он сказал, что вот книги надо читать. Вот если есть такой, знаете, бардак, вот беспорядок, это значит, учеба идет. А еще он нам подарил по Торе. С комментариями Равиша. Да. Равиша, ага. Я сказал ему, что я каждый день буду читать, там, два-три стиха изучать. Я же знаю, что первое сказал Всевышний. Что сказал Всевышний первое? Первое? Да. Ну, с чего начинается... Стоп. Какие слова первый сказал Всевышний? Сказал... На Шарабейну. Нет. И Всевышний сказал. И Бог сказал. Вы ведь это в книге Берешит. Да. Ну, первое Берешит, да. Не будет свет. Не будет свет. Ах! Не будет свет. Вот. По поводу вот разбросанности вот такого беспорядка, это действительно такая вот... Я когда-то пытался с этим бороться какими-то способами, да, но потом я понял, что наоборот, что беспорядок показывает, что голова у человека, она как бы вроде... Она без, знаете, как вот... Есть была такая... На иврите, я помню, была такая фраза, да. Да. Довар мисудар мухе хальмох мюва. То есть упорядоченная вещь, она показывает о какой-то кривизне ума. То есть когда все оно вот... В мире должно быть какая-то спонтанность. Когда мир весь как бы линейный, то есть полностью прочертано все и все как бы... То нет никакого хидуша, нет никакой новизны. А так всегда есть вопрос новизны. Всегда можно в книгах найти что-то такое, что вот... Поднимаешь вещи, ты находишь... Я вчера, интересно, я зашел в свою мастерскую, и я когда шел туда, там... Нам нужно было... Тфилин... Немножко под... Есть такой гид, жилка. Нужно было подвязать к узлу. И я шел, я говорю, я вот шел и говорю, я вот не помню, там есть эта нитка или нет. Потому что у меня там в другом месте, возможно, там все инструменты. По идее, там не должно быть, но я уверен, что она есть. Там такой балаган, как говорят. Я вот во всем этом балагане действительно нахожу эту... Все нормально, если Вышний указывает на то, что вот там есть балаган, иногда это даже хорошо. Спонтанность это имеет место быть, должно быть жизнью. Ну, мы путешествуем по российским общинам, но есть общины, где порядок такой же, как у Бороды. Вот я видел, как у него моют шампунем германского, какого-то голландского производства, специальных канистрочках моют мостовую, мостовую перед входом. Специальные канистры иностранные сделаны, чтобы вот они наливают там, что-то там размешивают в пропорциях нужных и моют гранитную мостовую перед входом в синагогу. Есть синагоги, где вообще вот даже салфетки висят, а есть где книги должны, вот как нам говорил Шестак, что книги должны быть везде. Они вот там книга, там книга. То есть, книги нужны, чтобы их читать, они не обязательно должны стоять красиво на полках, на полках, как у Шмулика Купермана. Вот приходишь, прям как в музее. Красота неописуемая. И у вас такой же концепции. Я, смотрите, ну да, есть красота и в порядке, есть красота и в беспорядке. Понятное дело, что вещи, которые они упорядочены, да, так сказать, они имеют свой плюс, но они всегда имеют границу, всегда они границу имеют. Поэтому должны вот эти два качества, они должны быть, жить вместе. То есть, если что-то есть одно, оно как бы получается, что нет другого. То есть, это не всегда хорошо. А вы сказали «хидуш», да? А что это значит, это слово? «Хидуш» — это как бы новизна, это обновление. «Хидуш» — это обновление. То есть, человек должен... Вот наш как бы еврейский подход, да, как бы, что мы же как? Мы знаем, что мы живем, у нас есть освещение месяца. Правда? Мы освещаем месяц. Почему концепция месяца, она более подчеркнута, допустим, у евреев, чем, скажем, года? То есть, мы как бы... Год у нас идет... То есть, мы как бы и год, и месяц, но месяц мы его освещаем. Год мы не освещаем. По той причине, что так как меняется луна, да, то есть, происходит изменение в луне. Кстати, по поводу... Это то, что мы сейчас говорим, по поводу порядка и беспорядка. Что год, как бы, да, шана — это что-то постоянное. То есть, у нас год проходит определенное количество дней, заканчивается год, начинается новый год. Да, то есть, ничего не меняется. Когда... То есть, это вещь, которая она... Постоянная. А месяца — это то, что связано с луной, как бы, да, и луна уменьшается, она увеличивается. Это вот эта, как бы, спонтанность, о которой мы говорим. И если вы помните, как написано в законе, что луна, ее нужно было... Чтобы кто-то ее увидел. Чтобы были светили, которые они увидели эту луну, и пришли, и так далее. А если, допустим, не пришли эти светили, то пришли другие светили. То есть, это уже вот... Это есть какой-то элемент новизны, элемент обновления. То есть, невозможно жить, когда у тебя полностью только лишь концепция года. Шана — это, кстати, в мировочем, если мы посчитаем, что слово шана — год. Это слово как бы ишан, как бы устаревать. И паро, фараон, как раз мы сейчас находимся, так сказать, мы считаем, мы выходи из Египта. Паро, гематрия фараон и гематрия год — они одинаковые. Можно попробовать еще раз пересчитать, но они одинаковые. Почему? Потому что все, что не, как говорится, антидуховное, оно имеет особенность такого как бы устаревания, становиться старым и неинтересным. Нет новизны. Хидуш, когда мы говорим, что луна обновляется, вот мы освещаем месяц, да, это возможность дать миру вот именно что-то обновиться, что-то новое внести в этот мир. И это поэтому евреи, они как бы освещают месяц. Вот это между, как говорится, между вот этими вещами должна быть какая-то вот гармония. Поэтому должен быть и стол, как там, где книги на одном столе, на другом столе, но и должен быть как бы тот же на фоне того, что иногда моют эти, что перед, как вы говорите, немецким мылом моют мостовую перед входом в синагогу. А с чего начнем? С библиотеки или с цифротуру? Ну, покажете цифротуру? Я покажу, как, я покажу Мизут, я покажу свой, в общем, где я работаю. Давайте, с этого, наверное, давайте. Да, давайте, конечно, с большим удовольствием. Это вот мой, скажем, кабинет, так называемый. Да, здесь книги, но вот с одной стороны книги. И, кстати, вот пресловутый балаган, то есть, видите, они все находятся в развоз. Вот, ну, многие. А это стол, где я пишу тфелины, пишу мизузу. Я, вот, буквально до вашего прихода писал мизузу немного. Вот, вот, это мой стол, видите, как тоже перо находится в чернильнице. Вот, мизуза еще не закончена на столе. Я вот, я софер много лет, я софер с 19 лет, сейчас у меня 50. 31 год я этим занимаюсь. На самом деле, раввином общины я стал не так давно, пару лет назад. Хотя, скажем так, председателем общины и раввином, главным раввином общины. А до этого я больше, наверное, ну, помогал, как бы, был вместе там с другими раввинами. А основа моя это, это софер. Все мизузы, тфелины, свитки, все, что касается этого, это вот все годы, что я в Москве, я этим занимаюсь. Слушайте, какая красота это, это же, как это можно сделать рукой, я не представляю человеческое. Когда пишешь мизузу, когда пишешь тфелин, просто вот забываешь обо всем. А это, это кожа, это кожа, да, это кожа, это кожа теленка, вот, на ней пишется свитки. Листочек можно потрогать или нет? Да, да, конечно, конечно, вот, пожалуйста, вы можете потрогать эту часть, вот, это остатки от обрывки. Это пергамент, он разленее, даже если не сшиваясь, можно видеть на обратной стороне. Не везде, но вот, допустим, здесь не видно, но есть, допустим, там, где видно сама как бы фактура коровы, которая, допустим, вот, это пергамент, поэтому, видите, он не рвется. То есть, если думать, что это бумага, а нет, это не бумага, он не рвется. Ну, как бы рвется, но не так легко, как бумага. Это получается, что можно не заказывать и не таскать софер Тору из Израиля, а можно все это сделать в Москве? Ну, смотрите, по-разному, так как не так много соферов в Москве, то поэтому, понятное дело, что какие-то большие проекты, все-таки писать свиток, это проект на год, как минимум, и поэтому сочетать эту работу еще с другой работой, это очень сложно. Допустим, вещи такие спринтерские, как написать Мезузу, как Тферина, это более такое, это легче. Хотя, на самом деле, есть свитки у нас в синагоге, на Архипово, на Спасо-Гническом переулке, на Горке, где часть этого свитка я писал. Ну, это такая профессия, которая, в общем, твоя суть. То есть, я живу этой профессией, это профессия, у меня ученики, слава Богу, которые Всевышнего доставлю, что я их, как сказать, учу, и, дай Бог, будет больше тех, кто пишет Филинов и Мезуз. Можете съесть, пожалуйста? Да, конечно. Раби, а ведь ограничения на Софера налагаются, ну, больше, чем, там, грубо говоря, на обычного Равина. Это ведь, там, перед каждым написанием, там, надо лишний раз в Микву сходить, там, и так далее. Ну, посмотрите, вообще, как бы, на мой взгляд, нужно понимать, что и работа Равина, и работа Софера, она предусматривает, что человек должен, прежде всего, делать это во имя Небес. И, понятно, есть еще какие-то компоненты в том, что человек, как бы, живет, он кормит свою семью, получает зарплату. Вот, но основа должна быть то, что он там делает, чтобы освятить имя Всевышнего. И здесь, это так же, человек, который начинает писать Мезузу, он освещает имена, освещает то, что он пишет во имя этой Мезузы, там, или Туфелина. И, к примеру, никто в жизни не узнает, он это сделал или он не сделал. Если он этого не сделал, то Мезуза будет не кошерное. И об этом никто никогда, нигде, никогда не узнает, кроме Него и кроме Бога. И все, и храм все. Да, да, да. Поэтому, в этом смысле, конечно, работа Софера, это работа, которая, прежде всего, это человек должен быть, бояться Небес, и это должно быть его сутью. Это же очень сложная работа. Ну, сказать, что она легкая нельзя, но я вот говорю, что я, когда начинаю писать, как-то вот забываюсь о том, что у тебя мобильный есть, где-то ты его оставил, ты полностью вот находишься вот в тексте и находишься в этом. Мне кажется, одна из самых сложных профессий в мире, да? А сколько времени занимает написание Мезуза? Обычно где-то часа четыре, то есть у меня, допустим, занимает там четыре часа, если там не отвлекает никто, то вот сидишь, пишешь, как бы, да. Ну, такое же не бывает, чтобы в районе никто не отвлекал. Не отвлекал, это правда. Это правда, но бывают такие, ну, как бы, да, то есть, на самом деле, я стараюсь, чтобы не отвечать особо на звонки какие-то, то есть, не отвлекаться. А дома вы можете работать или только здесь работаете? Были времена, когда я работал дома, вот, ну, вообще, как бы, лучше с офферой работать не дома, то есть, лучше дома дети, дома... Папа, чай где? А есть конфеты? Да, 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 да. Это все. Что мы сейчас поедим, да? Да, 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 все, это жена, телефон, ну, в общем, как-то не-не. Нужно писать в том месте, вот, как раз, кстати, между прочим, здесь такая вот аура очень хорошая, мы говорим по поводу улиц, по поводу, допустим, в других местах не так писалось. В других местах не так писалось. А это же перо, настоящее? Это перо, да. Это перо, это вот индюшачье перо, в принципе, вот этим пером, там, чинят Мезузы, пишут Мезузы, или тфилины, или как, ну, в зависимости от того, что мы хотим написать. А это инструмент где-то продается? Есть какие-то магазины, которые... Не, перья, они все с Израиля, это перья, как бы, индюшачье, ну, перо индюшачье, оно, именно подходит индюшачье перо, потому что по своей, как бы, структуре пера, то есть оно... А есть в Израиле хоть один магазин для сойферов? Конечно. Есть прямо для сойферов, есть магазины? Не, один магазин, много. Были времена, когда действительно были считанные магазины, были считанные магазины, то есть я помню, когда я вот начинал, это был какой-то год, там, 90, ну, какой-то второй год, один был магазин Мея Шарин, Мея Шарин был такой Ашир Яаков, все его знали. А вы же в 90-м, да, в Израиле? Да, 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 вот, был магазин такой Ашир Яакова, и он находился безадресный, знаете, как бы, то есть не было ни вывески, ничего, но все знали, что этот магазин, и сегодня уже много магазин, ну, как много, ну, там, я знаю, в Версуэлиме, наверное, 5-6, там, 7, так сказать, но они чисто соферские магазины, там, полностью все, вот. Фантастика. А почему, например, вам не поставить, вот, ближе к окну, например, вот здесь, или вам мешает уличный свет? Нет, у меня на самом деле, как бы, уютно с этим светом, так как есть отсюда свет, то есть есть настольная лампа, есть лампа, которая, вот, я уже не стал, так сказать, менять полностью расстановку, нет, стол такой, ну, в общем, не знаю, нет, вот мои книги, которые именно, тут книги, которые такие, ну, в общем, специальные такие, специфические по софруту много книг, по шхите есть книга. А какая ваша из них самая любимая? Ой, много, на самом деле, есть из профессиональных книг, есть, вот, допустим, вот эти книги, там, вот, «Алтарэбэктаф», это «Алтарэбэ», вот, «Петхэ Мизуза», то есть, «Как правильно вешать мизузу», вот, «Ватакитву», «Как заканчивать писание свиткаторы». Это из профессиональных таких книг. Можно достать? Да-да-да, конечно, конечно. Это вот эта книга, «Как правильно вешать мизузу»? Да-да-да, «Петхэ Мизуза», да. Да-да, вот. Посмотрите, пожалуйста, это… Вот, там, много вариантов… О том, «Как вешать мизузу». Как дом, в зависимости, как устроены стены дома, есть ли арка, нет ли арки, такое помещение, столько-то, так сказать, квадратных метров. Ну, в общем, всякие, как бы, нюансы, которые касательно мизузы. Есть книги по шхите, то есть я в свое время учил, так сказать, занимался шхитой. Это было давно, правда, когда мы работали, когда я работал в Минске, еще только вот поженились, когда женились только было это. Религиозные специальности, люблю религиозные специальности. Да, очень тяжелый труд, шхите-то. Да, ну… Ну, легче, чем… Ну, наверное, я не знаю, тяжело сравнивать. Я не, смотрите, я не ощущаю, как бы, сложность письма. То есть я, ну, не знаю, может, из-за того, что я это люблю, этим заниматься. Понятное дело, что с точки зрения внимательности, как бы, с точки зрения, вот, наверное, возможности ошибиться, да, что будет какая-то ошибка, и эта ошибка потом не даст тебе… Это да, это, безусловно, что это нелегкий труд. Ну, вот журналист выходит в прямой эфир. У него всегда в голове вопрос, получится, не получится. То есть нет стопроцентной гарантии, что этот эфир прямой получится и будет блестящим. А у вас, когда вы беретесь писать, ведь у вас не стоит вопрос, получится или не получится. Просто более точно и менее точно может получиться, да? Смотрите, я стараюсь, стараюсь, я уже, как бы, ну, за эти, как бы, за годы работа вот именно с эфиром, то я, как бы, знаю, что есть, допустим, определенное состояние, ну, как бы, настроение и так далее, когда ты знаешь, что лучше не начинать. Допустим, ты там спешишь, ты знаешь, ты хочешь успеть и это, то есть я знаю, что вот не получится. То есть я знаю уже, что на каком-то этапе что-то произойдет, что вот не пойдет оно. Вот. Есть, есть, как бы, знаки, что, как бы, лучше вот не делать эту работу сейчас. А какие? Подскажите, чтобы люди видели эти знаки тоже. Один из, как бы, да, вот, допустим, один из знаков, ты садись отписать и, к примеру, понимаешь, что ты ограничен во времени, тебе нужно успеть написать МЗУЗу. До четырех. Да, вот, до четырех. Не получится. Да? Не получится. У меня лично это не... Это как раз... Шесть ждут на дне рождения. Надо еще заехать, забрать жену, дейти. Да, забрать жену, не забыть, да, не забыть... Вот до четырех часов есть... Валберес, забыть... Да, да, да. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это вот ты сел, ты предоставлен как бы работе. У тебя нет ограничения в том, что ты должен куда-то, то есть ты работаешь. Сколько время займет, сколько время займет. Не... Я знаю, что... Тогда я чувствую и я вижу, что есть браха, и ты пишешь, и оно у тебя получается. Потому что, еще раз говорю, возможность ошибки в этом деле, она очень большая. То есть, возможность что-то сделать, написать не так. И так бывает часто. Что-то произойдет, и МЗУЗа окажется некошерной. Вот, то есть, это на самом деле, как бы такой знак себе как бы с небес, что нужно было... А почему, кстати? Это интересно. Потому что, это, кстати, недельная глава, которую вот мы читали в Башаллах, да? Там написано, «Зе келиван вегу» — это мой Бог, я его прославлю. Что это обозначает? Это обозначает, что максимум, ты когда пишешь святые вещи, ты должен максимально отдать себя, насколько ты можешь. отдать это. Если ты отдаешь себе, допустим, ты умеешь писать красиво, а ты пишешь... Ну, и так будет кошерно. И это не называется... То есть, ты уже Бога не прославляешь. И поэтому, у меня лично, это всегда, когда, если, допустим... Были, естественно, за 30 лет, есть всегда попытки успеть, как говорится, поднать и заработать деньги, и так далее. То есть, быстрее писать. Никогда не получалось. Никогда не получилось. Вот, это одна из... Это один из таких моментов, которые я поэтому и своих соферов учу, стараюсь учить, что пиши так, чтобы ты вот влился вот в письмо, как бы, и ты жил этим письмом. Не спеши, не, как бы, не старайся, не старайся, как бы, сделать свою работу, ну, так сказать, попытайся вложиться в эту работу, насколько ты, насколько тебе вот... И более того, если человек, допустим, пишет не так красиво, то есть, но максимально, это у него получится. Главное, что он, вот, по максимуму. Вложиться. Да. Главное, что он говорит. Ты понимаешь? В каждой общине есть тайны. А когда эти тайны собираются вместе, это и есть святость. Кирилл, ты понимаешь? Да. Смысл? Вот действительно, или ты пишешь, как Айвазовский, или как... Вкладываться. Вкладываться. Да, или как вот наполовину Айвазовский. Но если ты вкладываешься на 100%, то лучше то, что ты написал, чем левой рукой Айвазовский. Чем левой Айвазовский, да, да, 100%. Это, в общем-то, это я хотел Данинский. Но это же смысл не только в работе с офферой, это смысл жизни, правильно? Отношение жизни и вообще работы. Да, это смысл, да, то есть делать работу честно, делать... Это у нас написано в книгах, что человек должен делать свою работу, должен быть как бы честен в своей работе. И Севышний дал ему предназначение для человека, что он должен быть один журналист, другой, в каждой своей как бы отрасли, поэтому... И те, и те пишут. И те, и те пишут. Так, ну вот здесь очень хочется, чтобы вы показали... Рона Койдыш, все. Рона Койдыш. Знаете, у нас как бы... Помещение хоть и не такое большое вроде как бы, да, то есть... На самом деле, ну, обычно у нас Миньян, человек, скажем, 15, да, вот 15. Опять-таки есть люди, которые в Миньяне, которые в Геры, которые еще только проходят, как бы, да, то есть тогда получается больше. Есть, вот видите, махица, она для женщин, да, то есть вот эта перегородка. Она вот так ставится или вот так? Нет, мы ставим ее вот так, мы ставим ее, то есть как бы для женщин, знаете, как для женщин получается есть место, то есть ну, не такой большой зал, но... На сегодняшний день, допустим, у нас, конечно, в основном в субботнии... Мы по субботам встречаемся и в субботу проводим все вместе. После молитвы мы делаем все УДОТ, мы трапезы проводим, как бы, да, вот... Это у нас сейчас, мы сейчас запустили уже, как бы, программу, называется, это, инициировали, называется Бейтура. Что такое Бейтура? Бейтура, это фактически, это еврейский суд по разным, как бы, вопросам и консультации, и все авторитетные раввины, которые в разных областях, допустим, есть раввины, которые в области построения Ерува, как вы знаете, что, я думаю, что Рав Гидалиев, он, или кто-то из раввинов рассказывал, мой учитель Равав Неркоин, я издаю, мы, да, он, мой учитель Равав Неркоин, если вы знакомы с ним... Равав Неркоин, я имею честь быть его учеником еще, когда мне было 17 лет, вот, мы с ним учились вместе, у нас каждый вечер два часа проводили с ним в Хевруте, и посчастливилось мне сделать все, чтобы он приехал в Москву, это было 10 лет назад, вот, он закрепился, слава богу, в Москве, и сейчас мы делаем, сделали Бейтура, то есть, которая здесь тоже проходит, значит, это, это как бы Бейдин по, в разных областях, как бы, еврейского, значит, еврейских знаний, или в законах Ирува, или в законах Шломбайт, или консультации по поводу, так сказать, мира в семье, или законы Кашрута, или закон, то есть, или законы Сафрута, опять-таки, вот, люди приходят, часто приходят, спрашивают по поводу, проверяют Мезузы и так далее, и, так как Москве этого не хватало, в Москве, к сожалению, ну, из-за всех, как бы, событий, которые происходят, количество рабинов уменьшилось, и, естественно, город, который 20 миллионов, ну, город, как в целом, и, естественно, что еврейское население, оно тоже, как бы, немалое, то, естественно, должен быть кто-то, кто отвечает на, какой-то орган, который отвечает на логистические вопросы, к примеру, если есть какая-то там тяжба между людьми по каким-то экономическим вопросам и так далее, то есть, люди должны, прежде всего, евреи должны разобраться и понять, кто кому должен, именно в еврейском, через того, что есть раввины, которые, они могут быть арбитрами, именно в этом вопросе, ну, вот, слава Богу, мы, как раз этот проект, сейчас его запустили, и он тоже будет, он тоже здесь, как бы, он тоже проходит здесь, поэтому... А этому будут учиться или здесь будут принимать тех, у которых проблемы? И принимать, и принимать, и учиться, то есть, это будет, как бы, одновременно, потому что всегда есть такое понятие, называется шамуш, или шамеша тараф, то есть, как бы, видя, как раввин это делает, и видя, так сказать, изучая эту, как бы, тематику, которая касается, именно, потому что это такие непростые вопросы, да, вот, это, это мучишься, поэтому, это очень, на мой взгляд, это очень здорово, что такое вот, оно имеет место быть. А можно открыть? Да, конечно. Вот, это у нас аронакойдыш, у нас два свитка, да, которые мы считаем, этот основной свиток, этот свиток, который мы выносим, когда нужно выносить два свитка, вот, интересно, смотрите, какая указка, старинная указка у нас, смотрите, какая... Это когда акба делают, да? Не, 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 это когда, допустим, ну, обычно я читаю свиток, то вот, как говорится, держу указку, и вот так вот... Рука. Рука, так сказать, да, такая рука, то, что называется, яд. А можно... Да, да, смотрите, какая такая вот интересная работа. Ух ты. Ух ты. Вот. Ну, это же старинная-старинная, да? Да, да, да. Она даже чуть-чуть неудача. Да, чуть-чуть немножко такая, да, неустойчивая. Держу. А сколько лет примерно? То есть, я думаю, что я, мне кажется, что... Старею дома? Я думаю, примерно не ровесники. Да? Ну, мне кажется, примерно ровесники. Вот. Есть свитки, которые... Они в починке, допустим, там, чиню свиток какие-то есть. Ну, вот... Это... А эти торы вносили... Это, да, та, которая справа... В Лялином или раньше? Не, 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 этот первый свиток, который, вот, вы видите, да, который вот там, да, его вносили как раз вот Равзельман. Это было в 90-е, даже помню, где это было. Это было на Никитской. Там было, там, на Никитской в 90... В... Нет, извиняюсь, это было в 2002-2003 году было. Сколько я помню, вот, этот свиток вносился. Женой мы познакомились в Верусалиме, в Израиле, в Верусалиме. Она тоже с Украины, она со Староконстантиново. Вот, мы учились недалеко друг от друга. То есть я учился в Верусалиме возле Мея-Шарима, она тоже недалеко оттуда училась. Ну, вот так мы нас познакомили. Вот, вот, 26 лет назад это было в Верусалиме, семеро детей, как бы, тоже все, все находятся в Москве. Мне, кстати, любопытно, что сегодня из литовских, вот, раввинов, которые приехали с семьями, ну, вот, наверное, на сегодняшний день, наверное, мы больше всех, из тех, кто остался. То есть мы уже, как говорится, в Москве больше, чем все остальные семьи. Ну, я имею в виду, как бы, в литовском мире, вот, ну, то есть в тех общинах, которые вот литовские. Мы, наверное, вот, такие долгожители. Наши дети, они, они, большинство из них рождались в Израиле. Только одна девочка, вот, как раз девочка, младшая дочка, она родилась в Москве, москвичка, такая уже, не придерешься. А, значит, все остальные, они рождались в Израиле, но мы потом приезжали с ними, они получили воспитание в Москве. То есть они, вот, в плане воспитания, они получили московское, еврейское, такое вот, религиозное воспитание. И интересно, что они себя чувствуют, и, с одной стороны, они израильтяне, но московское, вот, этот, такой вот русско-московское, такой след, который остался, то есть он даже не след, а, скорее всего, вот такая ментальность уже, они, конечно, москвичи. У нас как раз была бармитва у сына, вот, это, ну, бармитва была пару дней назад, они практически все приехали, кроме одного, который был в армии, который сейчас в армии, вот, они приехали и по Москве, как говорится, скучали, и как раз вот такое, знаете, насладились Москвой, зимней Москвой. А что это за картина? Это Минура, это Минура, то есть написано, кстати, на пергаменте, видите, как бы сделано Минура, семисвечник, это псалм, который один из псалмов, значит, он специально пишется в виде Минары, то есть, вот, видите, как он, как бы, так, и написано, шевите, ошебленный где-то ми, то есть Всевышний находится перед тобой всегда. И, как бы, кто ведет молитву, вот, перед ним, как бы, да, перед ним Всевышний. Написано, знаю, перед кем ты стоишь, да, перед царем царей. Где вы сидите? Вот мое место, вот мое место, вот я обычно здесь сижу, как бы, да, вот, и прихожане сидят здесь, вот. Вот мои, а, кстати, опять-таки, возвращаясь к там, где книги нужно находить, как бы, где они находятся везде, вот, видите, все под рукой, все под рукой, все под рукой. Это Хумаш, что это за книга? Это книга, как раз, законы Тфилина, законы, ну, и письма, как бы, Тфилинов, и законы домиков, как бы, для Тфилинов, это вот такое профессиональное... Да, 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 пожалуйста. Слушайте, ну, вот, посмотрите, здесь прям разбор идет, как, как должна выглядеть внутренняя часть, это, по-моему, головной, да, или ручной? Это, да, это, это головной, это головной Тфилин, да, а там, и в том, как картинах, вы можете посмотреть, там картины, которые, как написано, как сама, как пергамент пишут, то есть, то есть, основ, как бы, вот, кстати, видите, есть этот замер, чтобы домик был квадратный, чтобы, сколько, ну, видите, 4 на 4, да. Да, то есть, разные есть моменты, вот, допустим, видите, как правильно писать, что можно стирать, очень много законов. То есть, что-то можно стирать, а что-то нельзя? Очень много, как говорят, человек, который, так сказать, не прошел это, то есть, не прошел, как бы, теорию, то он не может писать, потому что каждый нюанс, который есть, должен быть, как бы, в этом смысле профессионалом, знать. Ну, это как летчик, который, вот, смотришь на то количество кнопочек и тумблеров, которые есть в кабине, ты понимаешь, что можно погибнуть, но не узнать всего, да. И он прям четко так, первый, второй, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, на автомате, но если какой-то один он не включит, самолет может не взлететь, не включить, или еще хуже может, да. Да, может рухнуть. Вот у вас так же это, да, все уже обстрелилось? Ну, в общем, да, как бы, да, то есть, допустим, когда, вот, молодые соферы, скажем, они сталкиваются с теми вещами, которые даже не могут предусмотреть и предугадать, что такое вообще, ну, то есть, может быть. То есть, допустим, какие-то вещи, которые, вот, я даже не думал, что такое может быть. Это часто такая вот реплика, я даже не думал, что это проблема какая-то. Вот, а эта книга, допустим, видите, то, что называется с правой стороны, эта книга чтения Торы, какие, значит, как распевать Тору. И, ну, к примеру, видите, она сделана вроде как бы для детей, да, как машина, как должна остановиться, как машина, она, поворот у нее резкий. То есть, и это, на самом деле, речь идет о том, что, как правильно распевку делать. Где-то резко остановиться, где-то нужно остановиться, где-то нужно повернуть, где-то, то есть, все, как бы, эти знаки, они каждого, ну, так сделали. Хотя книжка, она для детей, но, на самом деле, ее нужно изучать, как бы, взрослыми, еще догадываться, что имеется в виду. Ну, вот, у нас есть субботняя Драша, то есть, мы выступаем, у нас община наша очень любит, чтобы каждый выступал за трапезой, каждый сам встает и хочет, чтобы что-то сказать. Девре-тура. Девре-тура. То есть, это просто, это говорится, каждый, знаете, как вот, как грузинские проходят мероприятия, постоянно один сменяют другого, как бы, что-то говорит, то есть, то же самое и у нас. Вот такая есть, как бы, черта. Ну, слава Богу. У нас община, тех, кто хочет сюда прийти, как бы, да, они приходят, у нас очень раскол, у нас очень атмосфера домашняя, все это отмечают, что очень домашняя атмосфера, и люди совершенно разные. У нас как раз, кто-то сказал, что, значит, такая вот община, которая, знаете, такой формат, как я вот, ну, шутку мы называем от мясников до адвокатов, и так оно и есть. То есть, и причем самое, что интересно, что все любят друг друга. Знаете, то есть, не возникает такого вот социальных конфликтов и социальных таких вот, ну, я вот такой, а кто-то такой. Все, допустим, мясники, они помогают мясом, адвокаты юридическим советам, соферы, они, как бы, они пишут свитки, есть люди, которые с мира бизнеса, айтишники, есть, ну, в общем, есть кулинары, есть агрономы, то есть, ну, в общем, короче, вот все, и я считаю, что это так должно быть в юридическом народе, это должно быть в юридическом народе, что все, как бы, да, есть геры, опять-таки, я говорю, что у нас много геров, те, кто проходит гьюр, есть с разных городов абсолютно, есть люди с Белгорода, есть люди с Алтайского края, с Барнаула, есть москвичи, которые из центра, которые, казалось бы, им-то сложнее всех принять, нет, москвичи из центра, москвичи из разных, то есть все абсолютно, абсолютно все близки друг к другу, и это, наверное, самая такая сильная, сильная, ну, такая главная сильная черта нашей общины. Там кухня у нас, да, идемте, я вам покажу, как у нас тут устроено, тут такое вот, здесь мы все делаем халы, кстати, у нас такая община, знаете, как любят, не хаббатская, а на литовская, но я думаю, что из всех литовских общин, в плане любителей сделать лихаем, у нас на первом месте, я думаю, самая хаббатская, самая, правильно, Женя, как бы, у нас самая хаббатская, поэтому, видите, как представлено, в рабочем режиме, да, 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 это у нас, я говорю, у нас две есть вещи, правильно, у нас есть вещь сделать, как я хочу сказать, два артура, обязательно, и сделать лихаем, и все это вместе. А представьте нам, Евгения. И Женя, вот это, да, вот, Женя, все, что, вот, хозяйство, это, как бы, это Женя. У нас есть габбай, да, Шлома Исаев, он, так сказать, отвечает за все, за кухню, но Женя тут находится постоянно. Вот, это мы тут делаем халы, да, если бы, допустим, вы в четверг увидели бы у нас такой тут процесс изготовления хал, изготовления этого, то есть все готовят. Кстати, любопытно, особенно, значит, наши общины, мы все делаем сами. Мы не, допустим, ну, вот есть общины, которые у них спонсоры, это те, кто, ну, как бы спонсоры извне, и они, как бы, спонсируют то, что происходит в... У нас все, все сами, процентом на 95, все, и финансово, и так далее, все вот находится внутри. То есть люди приходят, люди хотят, люди хотят отдавать, люди хотят, вот, так сказать, и поэтому, я думаю, что это такой хороший знак. Во многих регионах общины так и существует, и в Москве больше половины общин существует именно по той схеме, по которой вы сейчас сказали. То есть все внутри. Вот мы были в Обнинске, и Обнинский район, он даже сам делает настойки. У него там под лестницей есть кладовочка. Надо познакомиться, да. Он нас угощал, велик человек, велик человек. Салтыковка делает, Салтыковка тоже делает, Изидор Марцелович, он тоже, так сказать... Салтыковка, есть общение с Салтыковкой? Да, да. А мы слышал, я слышал... Изидор Марцелович, да, 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 он делает. Да, то есть у нас, кстати, казалось бы, вот литовская община, да, вы говорите, по поводу, ну, есть такой, как говорят, навредить стигма, есть такое предубеждение, что Лехаев в основном это хаббатская община. Смею заверить, что это не совсем так. Есть литовские общины, которые еще между собой обсуждают, какой сделал кармадос, там, допустим, и какой лучше. Лучше, который в Саратове или, как вы говорите, вот, там, допустим, в Салтыковске или в Обниске. В Обниске. Фантастик. Фантастик. Ну, ты же скажи. Да, 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 да. Ну, я не это самое, я не пробовал. Привопил. 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 Ну, да, 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 да. Слушайте, ну, посмотрите, какая красота. Да, у вас очень кухня. Посмотри, какие окна. Посмотри, как хорошо жил Бочбруевич. Бочбруевич жил неплохо, видимо, да. Там, кстати, очень интересно, там такой есть, как бы, ну, как садик, такой маленький, вроде, он чуть непонятно, как вот, для какой цели он здесь, да, но вот выход, и там можно поставить суку, в принципе. Да? Да, да, да. Хотя мы на суку вот выезжаем. А, вот здесь вот парковка, парковка вот за этим зданием же. Да, 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 да. Где второй подъезд. Да, да, да. И там парковка. А здесь забор, там у вас, по-моему, какая-то коробочка спортивная, да? Да, а вот, ну, посмотрите, вот коробочка спортивная. И здесь непроходное место. А здесь непроходное место. Да, я даже посмотрел, здесь калитка открыта, и сугроб, вот. И сугроб, да, да, да. А вот как бы здесь... И здесь можно прихватизировать, да? Да, 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 да. Есть какая-то аура особая. Ну, здесь классно. Ну, вот, знаете, как прямо, да, вот такую вот, вот оно. А это не дымоход? Это не каменная что-то, нет? Нет, не думаю. Ну, это просто колонна. Ну, вот как-то так вот мы, как говорится, существуем. Еще комнатки есть. Можно туда заглянуть? Да, ну, так, заглядай, там есть комната. Просто интересно, в ту, которую вы не разрешите, мы не заглянем. Ну, да, это просто вот ребята там спят, там люди приезжают на субботу, останавливаются. Да, это спальный Боныш-Бруевич. Можно заглянуть? Да, да. Просто интересно, как живут. Да, конечно, включите на свет, да. Боныш-Бруевич. Боныш-Бруевич. Здесь тоже, смотри, раз, два, три, четыре, пять спальных мест, да? Угу. Угу. Это для пяти Боныш-Бруевича. Вот как он жил, да. Богатый человек. Это ведь не только одна его квартира, это весь дом его был. Я думаю, да. То есть, ну, так, по крайней мере, вот говорили, что это вот его весь... Ты когда-нибудь видел в квартире вот такие вот... Да, оригинальные, да. Да, так идет. Нет, ну, я понимаю, там на журфаке, вот такие, на махавор. Ну, да. Чтобы просто в квартире... Класс. Я думаю, что нужно жить той жизнью, которую ты хочешь жить, и быть честным в этом. Очень многие люди, они боятся сделать шаг, боятся продвинуться, опасаются, не решаются на что-то. нужно не бояться, и нужно... Если ты считаешь, что ты прав, и это путь, который Всевышний хочет, чтобы ты шел по этому пути, мне кажется, что вот Всевышний всегда поможет, если этот правильный путь. Если вам будет путь неправильный, знаете, как... Есть такая интересная... Ну, даже не притча, а высказывание одного из раввинов, он сказал, когда мы должны делать старания, а когда мы не должны делать старания. То есть есть же ситуации в жизни, когда человек должен стараться, а есть ситуация, когда человек наоборот. Он говорит, если ты бьешь гвоздь, и он туго заходит, бей дальше. Если ты бьешь гвоздь, и он ушел в сторону, оставляя это дело, занимайся другим. Поэтому я считаю, что если так человек будет делать, то он не скажет через 20 лет, а, я прожил жизнь не так, как хотел. Мне кажется, это один из важных элементов для того, чтобы человек сказал, что он счастлив. Вот для меня Сойфер это что-то за семью, даже за восьмию печатями. Это что-то такое супертаинственное. И когда мы были в Казани, и казанские рэбы нам показывал своего зятя. Муж дочери. Дочери. Да. Он израильсианин. Или американец. Да. Сидит и пишет. Вот похоже на ваше рабочее место. Где-то, да, прямо в Казани. В синагоге. И вот он говорит, у меня там в семье несколько Сойфер. У него кто-то из детей Сойфер. Значит, ты женился на дочери. Потомственные, да. Да, потомственные. Для меня это как бы вот такая тайна, которую вы немножко сегодня приоткрыли. Мы просто привыкли, что вот Равин это как бы уже что-то такое доступное, то, что рядом. А ведь еще буквально несколько лет назад что Равин, что Сойфер это было одинаково по таинственности. И вот это что-то там между небом, между землей и Всевышнего. Это что-то там. Вот вы нам сегодня приоткрыли тайну, и мы немножко там заглянули, как там по дороге к Всевышнему дела происходят. Ну, на самом деле, знаете, есть и обратная такая вот как бы реакция. Мне, знаете, когда человек уже находится в некой рутине, всегда рутина, она влияет. Даже в самых лучших, знаете, в лучших профессиях, в самых таких таинственных профессиях все равно есть элемент, ну, пишешь как бы, да, что-то постоянно, что какая-то уже, так сказать, вещь, к которой ты привык к этому. И когда, допустим, я, ну, вижу и слышу вот какие-то удивления, какое-то вот восхищение, да, это профессия, как бы, да, то есть это мне дает силы, как бы дальше так же писать и так же вкладываться. Вот. Поэтому, знаете, написано про Аарона Акоина, написано, что ему сказали, что нельзя каждый раз идти в святое место, то есть в святая святых, то есть нельзя постоянно быть в тех местах, где, которые они исключают, как бы, святость. Почему? Потому что ты привыкаешь. Ты привыкаешь. Нужно всегда, как бы, вот правильно, когда вот тебе говорят, то есть ты понимаешь, что ты, да, это твоя работа, но, тем не менее, эта работа, вот, она имеет такую вот особенность. Ну, кажется, мы постигли основные тайны вашей общины, и мы прямо кусочек своего сердца оставили здесь, и вместо него кусочек вашего сердца с собой заберут. очень теплая, очень домашняя, и очень еврейская. Встановка, да, да, да. Спасибо огромное вам, что вы, как бы, да, во-первых, то, что вы пришли в гости к нам, и увидели, и запечатлели, и, так сказать, и плюс то, что, как бы, очень здорово, чтобы, знаете, мы живем, вроде как, в своем мире таком, ну, такой тесный, да, то есть приходят люди, все, но порой даже бывает, как бы ситуация, что какая у вас община, где это находится, что-то никогда не слышали. Так, благодаря вам, больше людей узнают. Просто, просто узнаешь, что есть, как бы, такая община, люди, которые любят приходить сюда, заниматься, так сказать, тем, чем мы занимаемся. Так что вам большая, огромная благодарность за это. А вам спасибо большое, что нас приняли, что поверили нам. Всегда. И, собственно, и пустили нас святая святая. Спасибо большое. Спасибо большое. У нас есть традиция, мы обнимаемся в конце программы. Спасибо большое. Дай Бог, чтобы мы чаще виделись, чаще виделись. Только на радостных событиях. Дай Бог, чтобы того достоились. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. Фактически. ты понял в чем секрет этой общины здесь проходит ги-юр и учит как правильно проходить ги-юр и учит всем наукам которые с этим связаны это раз здесь учат соферов как правильно писать это два и здесь учат как правильно судить как правильно проходить раввинский суд но ты же помнишь кто нам сказал что такое раввин это человек который знает где в какой книге ответ на вопрос находится где написано это чтобы ответить на на вопрос но я ехал в эту общину я знал что здесь есть секреты нам удалось их разгадать это классно да дорогие друзья это была программа община на карте мы незваные гости братья их вкус и мы вас любим подписывайтесь комментируйте лайкайте ну даже можно глупости писать нет глупости лучше не писать а расшаривайте эту программу пересылайте ссылки на эту программу друг другу размещайте в своих социальных сетях это нам очень поможет в продвижении и очень поможет в работе на вас благодарим за то что были с нами на следующей неделе мы обещаем открыть двери новой чудесной еврейской общине москвы или россии или россии мы вас любим пока это искренне пока друзья а а ну в Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова